Валерий Сёмин Здравствуйте, Андрей Сандалов и Михаил Андреевич Сандалов Итак, мы сегодня поведем речь о удивительном инструменте, который ему уже больше ста лет Ну, вообще история балалайки больше трехсот лет Инструмент называется балалайка Вот в руках у Андрея Сандалова, который является лауреатом многих всероссийских, международных, всесоюзных конкурсов Наверное, все, которые были, Андрюш у нас все первые места занимал Мы с ним работаем уже лет 15 в группе «Белый день» Да Мы сколесили очень много мест в нашей стране Я тоже победил первый раз Мишка, вот молодец, мне нравится, когда вот сюда дети приходят, многие просто сидят и молчат А ты у нас будешь сегодня активным, да? Да Чтобы людям повысить настроение Итак, Андрюш, вот скажи, пожалуйста, русский народный инструмент балалайка Вот людям просто интересно Все знают, что это треугольная форма вот такая обыкновенная Вроде деревяшка какая-то с тремя струнами Вот что в ней особенно, с чего она делается? Ну, вообще инструменты, да, вот эти, то есть уже традиционно делаются, да? Дека, это идет ель Дека, это вот верхняя часть, да? Да, это идет ель и как бы задний корпус делается из разного Из березы, из клена, из палисандра Бывает горный клен, я не помню точно, как он называется Но он такой прям волнистый, когда смотришь, она прям переливается там все сзади Значит, вот эта часть грифа делается из черного дерева Потому что, чтобы она выдерживала нагрузку, она очень плотная Вот, так как постоянно идет натяжение струн, да, вот эта часть должна быть плотная Ну, панцирь тоже делается из разных, этот панцирь из черного дерева Короче, вот смотрите, дорогие друзья, вот эта штука называется панцирь Это называется дека А сзади вот эти штучки Ну корпус, да, это клепки Это клепки, вот Здесь идет клен То есть я понимаю, что То есть получается, вот видишь, ребенок Правильная вещь Вот кушает кролосан Вот смотри, дорогие друзья Андрюш, вот смотри Ведь наверняка, чтобы мастер Это не год может быть делать, а несколько лет, да? То дерево сушится Ну конечно, да-да-да Вот этому инструменту больше ста лет уже Представляете, какое удовольствие Получает человек, играя на инструменте, которому больше ста лет А кто мастер? Здесь это мастер Голинис Их тогда было три мастера, значит Которые делали в то время инструменты Налимов, Голинис по-сербски Ну потом Сотский уже присоединился То есть это как бы плеяда мастеров, которые делали Инструменты, которые до сих пор ценятся И самое интересное, что инструменты Это штучный товар То есть это не массовое производство Нет, 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 нет Нет, есть фабричный инструмент, но они, конечно, по качеству намного отличаются Вот мы сейчас буквально, чтобы как бы сопровождать наши слова Будем вам еще и музыкой И вот старинная такая песня Которая исполнялась на балалайке В оркестрах Или просто так соли Светит месяц, светит ясный Светит ясный Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А гудок это что такое? Гудок это как, грубо говоря, в Европе была виола да гамба, на которой играли на колени, а у нас были гудки Их называли как бесовские сосуды Вот, и то есть как бы скомородшие инструменты, вот церковь, она их не приняла и их уничтожили, да, очень много зажгли и стали изготавливать инструменты кустарным способом, там где-то остались они в деревнях, но в таких, в городах крупных, да, это было вот под запретом, то есть и вот возможно это тогда затормозило развитие именно народно-инструментального искусства вот на Руси, потому что возможно наш гудок стал бы скрипкой То есть если так посмотреть, да, и потом уже Василий Андреев, он уже увидев в глубинке, услышав игру деда Антипа на балалайке, вот он тогда поставил себе такую цель в своей жизни, вывести этот инструмент, поднять его, сделать, ну из него инструмент, который будет интересен многим, и то есть уже начинается академическая история инструмента с Василием Андреевым Вот я хотел тоже одну вещь отметить, что вот есть как бы баян, это как бы такой более усовершенственный инструмент, нежели гармошка, да, гармошка более ограниченная, но, с другой стороны, вот о чем говорит сейчас Андрюша, о той старой балалайке, и как бы, а если сравнить балалайку и гармошку, то их можно сравнить, можно сказать, с оружием Немцы были в шоке от того, что наши солдаты брали в руки гармонь, и вот просто вот таким вот психологическим оружием пели песни, то есть как такая ситуация, страшно, там стрелять убивают А русские берут и поют, и это просто бесило всех этих немцев А когда мы были сейчас в Канаде с Андреем, как представляю нашу Россию, и, вы знаете, мы слышали такой вариант, что в Америке якобы запретили балалайку Нет, ну реально, потому что в этих трех струнах, казалось бы, ничего такого особенного нет, но когда они играют, вот они создают такое настроение Конечно, конечно, поднимают Которое нервирует наших товарищей, недругов, да? Да, совершенно верно, да Вот, и еще в этом инструменте, как бы, на нем играют несколькими штрихами, так сказать Если есть штрих принятый, что такое штрих, это вот исполнение, например, есть легато Такой, есть нон Есть стаката Есть какой-то там штрих, как бы, ну это вот общепринятый, да? А у балалайки, из-за того, что там, как бы, струнный инструмент Ну, по нему бряцают То есть, основное, это бряцание, да Это пошло от гуслей, то есть, гуслеры играли же тоже пальцами Вот, мне кажется, мы сейчас интересные вещи затрагиваем, которые вам никто не расскажет, значит, ни по телевизору, ни по радио А вот на нашей радиостанции вы можете узнать интересные вещи о каждом национальном инструменте Неважно, русские, вот у нас были в гостях армяне, которые играли на дудуки Вот, и еще удивительный инструмент тем, что на нем есть тремоло Вот, Андрюш, как тремоло исполняется на буалочке? Ну, это то же самое бряцание, только оно более частое получается А еще есть такой, как называется, пиццикат? Пиццикат, пиццикат, да, то есть, большим пальцем Нет, когда вот вибрат, пиццикат и вибрато Вибрато, да, то есть, вибрируется за счет нажима на подставку и на деку То есть, получается Вот, как будто человек плачет А еще есть тремоло вибрато, это вообще удивительный прием, которым в совершенстве владеет Михаил Федорович Рожков О котором мы тоже сегодня поговорим Которому 90... 90... Будет 99, Валл 99 лет, человек, переживший вообще, наверное, гражданскую войну Как раз-таки он вот во фронтовых вот этих ансамблях участвовал, когда они играли концерты в перерывах между боевами А потом он брал винтовку и шел, как бы, да... Вот как он, его прием этот... Тремоло вибрато совмещается нажим на подставку и, то есть, тремоло, да, Димба, то есть, получается Прямо так, прям... Слезы льются рекой И давайте проиллюстрируем, так сказать, вот такой Песни известные из одного кинофильма Вот там, сейчас как-то... Вот, грыжу в озер синий, да? Песни известные из одного кинофильма Песни известные из одного кинофильма Песни известные из одного кинофильма Удивительный инструмент И, Андрюш, вот расскажи Ты, чтобы научиться так играть А потом мы Мишу спросим Миша, сначала папа скажет, потом ты, ладно? Андрюш, сколько лет нужно, вот, вообще, у нас в России Сколько и где учат? Музыкальная школа, потом училище, институты... Вот какое количество времени? Ну, вообще, музыкальная школа, да, там, как правило, идет, это с... Семь лет Музыкальная, семь лет Семь? Семь лет, да А у нас пять учились как-то вроде Ну, вот, я вообще учился меньше Я на балалайке То есть, у нас сначала был, как бы, любительский кружок Мы играли на шумовых ударных инструментах Металлофоны, ксилофоны Вот, но так как у нас педагоги были народники, да, потом закупили инструменты народные И, то есть, где-то лет в десять я только начал учиться, получается, что... А в четырнадцать уже поступил в училище То есть, я учился мало Ну, вообще, как правило, музыкальная школа — это семь лет Потом четыре года училище Пять лет высшее учебное заведение Ну, сейчас там как-то бакалавры, магистры Сейчас что-то там все переделали У нас было проще пять лет, ну, и аспирантура три года потом Это уже, как бы, научное там, да, напишется диплом Но все равно вот... Ну, получается, что очень долго, почти почти Мне нравится то, что Андрей проработал, как бы, имеет огромный опыт Как бы, ты как и сольный исполнитель И, там, с дубетами какими-то ездил по разным и странам, и по нашей стране А также проработал долгое время в оркестре Оркестре гостей радио, да? В радио телевидении, да, и сейчас уже имени Некрасова А руководителем я еще застал Николай Николаевич Некрасов И еще был такой Николай Николаевич Калинин, два метра таких народника Которые руководили двумя оркестрами Николай Калинин — это был оркестр имени Осипова Которые при филармонии Московской государственной А Некрасов — это оркестр радио-телевидение И самое интересное, что наши тоже известные вот эти наши певцы Иосиф Кобзон, Лещенко и так далее Они все работали с удовольствием с этими оркестрами Потому что это очень красивый колорит Не знаю, необыкновенное звучание И, конечно же, раньше, в советские времена, я всегда вспоминаю Они чаще звучали и по радио, и по телевидению По телевидению показывали много А сейчас я благодарен вообще за то, что Министерство культуры хоть как-то содержит эти великие коллективы Потому что оркестров в нашей стране, к сожалению, становится меньше Ну, понятно, что отговорка очень простая, денег нет Но все равно народники — это люди, которые энтузиасты своего дела Ну, конечно Они все равно делают какие-то программы В любом случае мы как-то держимся Балалайка — замечательный инструмент И у нас сегодня такая задача — показать ее как бы с разных сторон Вот мы вам продемонстрировали балалайку как акустический инструмент Вот, кстати, еще раз напомним, что этот мастер — Галинис Галинис Который сделал эту балалайку больше ста лет назад И она сохранилась Причем, Андрюш, ты ее там как-то реставрируешь иногда Ну, вот дека у нее нетронутая То есть вот это место Мне мастер так и говорит, если оно не беспокоит, ничего нету треска, ничего Лучше его не вскрывать, то есть как бы, да А здесь вот у меня ломался гриф, допустим, да, делали гриф На него кто-то сел В самолете, помнишь, размяли А еще у нас был такой балалайчик, Саша Изюмский Он сейчас в Сомаленске живет, работает У него была балалайка мастера Купфер А Купфер это был вообще вертолет Вертолеты, К-50 конструировали Конструировали вертолеты И иногда человек, вот, для, как сказать, ну, хобби Ну, это хобби у него было, да Он сделал несколько балалайков всего, да? Штук, по-моему, ну, вот 17-20 И он их дарил Он их делал только для того, для кого сам считал нужным Дарил им, в основном, лауреатам Ну, он подарил Зажигину, Марчаковскому, Синину Горбачеву, ну, то есть, да И эти инструменты, в принципе, этого Вообще его найти В каком-то варианте Я тебя хочу спросить Скажи, пожалуйста, вот, как ты относишься У нас, кстати, вот, Михаил Андреевич Сандалов Он недавно поступил в команду Называется она Непоседа Вот он прям соответствует На месте им не сидит Миш, сколько ты в Непоседах уже? Один год Один год Ты мне скажи, а вот Там вот дети, кто занимается У них папа и мама, они музыканты или не только? Нет, они Не знаю, какие у них профессии, я не знаю Ну, ты что, не интересовался, что ли? Ну, у Миши, мама, кто? У тебя мама, кто? У Миши, мама, кто? У Миши, мама, кто? Зубной Зубной техник Ну, хорошо, вот Кстати, хорошая Должность очень хорошая Да А как ты относишься, что у тебя папа, например, играет на балалайке? Тебе интересно это? Да А мама на фортепиано, да? Да Ну, расскажи, вот ты утром встаешь Вот И тебе сразу балалайку дают, да? Нет, нет, нет Ну, расскажи, как вот Я просыпаюсь Уживаю, потом Завтракаю, потом Беру флейту Флейту? У него тяга Блок флейта Блок флейта Ну да Чего ж ты не принес? Ты сейчас что-нибудь сбацал нам А он пока еще, то есть Только в этом году начнем заниматься уже Готовимся Ну, вот у него тяга к духовым инструментам, к вокалу А давай мы с тобой что-нибудь французское сыграем Давай У нас сегодня задача показать на балалайке не только исполнение русских, народных каких-то, но и так же Вот на акустике Готовимся 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 удовольствием а сейчас хочу напомнить программа гости на радио 1 андрей сандалов в ряд всяких различных конкурсов связанных с народным инструментом в частности балалайка его сын миша который нам сегодня еще и споет попозже чуть миша а сейчас я хочу попросить попросить андрей андрей чтобы он поменял из да и акустический инструмент это вот классическая акустическая балалайка да есть еще на есть еще инструмент подожди подожди ты карту нам не раскрывает есть еще балалайка то есть народным стран строим а как правило лады идут только вот до сюда вот и значит и строится она тоже по-другому вот но вот я бы как бы об этом рассказать у нее у нее идет народный строй то есть он как бы чуть но идет либо мажорный либо минорный но дело в чем вот я недавно встретил ребят они занимаются вот именно изготовлением и продажи и балалайка с народным строем они мне сказали интересную вещь они позиционируют как русская укулеле укулеле это то есть маленькая гитара ну как гавайская гитара да американская вот укулеле укулеле или у нас или у нас или у нас есть мне нравится у нас такая закусочность укулелишная и там можно прийти и послушать укулеле научиться взять выпечень такое чтобы укулеть совсем вот и и в этом есть определенный такой момент то что это тоже популяризация то есть они говорят нам то есть как бы люди покупают и учатся может быть не в классическом балалайочном строю играть но главное что они покупают они на них играют то есть да и вот грубо это звучит она она даже похожую перестраиваешь то есть она похожа на науку на укулеле звучит да это известные исполнители известный исполнитель на укулеле да вот был который его звали большой 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 человек и у него было прозвище такой он был большой до играл вот популяризировал только до израиль вот поэтому то есть как бы балалайка может быть разное и вот этот классическая балалайка но и мы на месте техника не стоит как говорится и пока андрей меняется свою балалайку на электрическую я хочу я хочу рассказать что у балалайки селси целое семейство также как и у домры я надеюсь что мы найдем домрист тоже пригласим в студию балалайка бывает значит вот эта балалайка прима называется есть балалайка секунда и балалайка альт это оркестровые инструменты они чуть побольше у них немножко другой строй небольшие функции как бы чтобы аккомпанемент в основном играть другие струны если здесь одна струна металлическая две струны нейлоновые да 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 одна струна металлическая она ми вот это вот то есть ля или ля 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 мими надень быстрее а то фонит у нас мими ля значит мими это струны нейлоновые и ля это струна железная металлическая а у тех у балалайки альту балалайки секунда у них немножко другие струны с другой намоткой такие медные да вот потом есть балалайка бас это вот примерно вот такого размера где-то но в пределах около метра давно так вот если взять и она оркестровый инструмент и есть балалайка контрабас это самая большая большая балалайка ее не пускает обычно самолет и в поезд никуда не пускает поэтому бедные мучиться на нее специально не специально мучает учиться музыканты покупает отдельно там места миш ты пригибайся когда ходишь около камеры и сейчас андрей сандалов уже поменял акустическую балалайку на электрическую сейчас мы они тоже немножко поговорим а потом мишенька у нас поет а то ему уже совсем скучно с нами сейчас у андрей уже было электрическая как бы она также строит как и акустическая но она уже сделана со всякими там примочками и вот он использует примочку гитарную вот этот инструмент сделал мастер алексей серебров серебров он раньше он в нижнем новгороде работал сейчас самаре тоже человек который играл на балалайки потом вдруг ему такая идея пришла в голову слушай ага почему вот есть гитары есть электрогитары есть скрипка если лектор скрипка есть там баян если а вот балалайки электрической нет и он взял придумал на самом деле сейчас очень много стало мастеров молодых ребят которые потому что стали из простой балалайки делать электрическую было во первых это она в принципе не отличается по звучанию но так если по-хорошему есть возможность есть возможность при подключить различные гитарные примочки и кстати удобно потому что через шнур если работать то не фоне там ну тогда короче ну для этого да вот а миша который у нас занимается в ансамбле непоседы который имеет абсолютный слух вот это вообще удивительно не спой нам но туля вот видите а теперь ты ему сыграть что-нибудь миш какая вот эта нота смотри сейчас все на самом деле можно сказать что это хороший я вот я в армии издевался над одним человеком с абсолютным слухом вот активно давай споем детскую песню которая называется 33 коровы в ле-мажоре готов но такое она в стиле регги будет для повышения вам настроения целый день для вас ребенок сейчас поет про самых лучших млекопитающих животных это давай центре города большого не травинки не растет поэт поэт волшебник слова вдохновенный рифмоплет рифмовал он что попало просто выбился из сил и в деревню на поправку где коровы щиплю травку отдыхать отправим пыл тридцать 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 тр Пять утра вставал он ровно, это было нелегко. Он читал в тихих коровах, где давали молоко. День за днём промочалась света, очень вырос наш поэт. Безмолочная диета благотворна для поэта. Если им всего шесть лет. Тридцать три коровы, тридцать три коровы, тридцать три коровы, свежая строка. Тридцать три коровы, стик, владельца новый, как стыка, под новое молоко. Тридцать три коровы, тридцать три коровы, тридцать три коровы, свежая строка. Детей коровы стих родился новый, как стакан парного молока, как стакан парного молока, как стакан парного молока. У нас сегодня Балалайка предстает перед вами, дорогие друзья, кто нас видит вообще в разных обличиях, а кто слышит в разных звучаниях. И сейчас мы вам, так сказать, а есть такое, значит, у нас когда-то у Андрюши спросили, а ты, я понимаю, я-то как в понте в кино, ты Мурку давай, я так, так я могу. И вот, а ты погони, не можешь на Балайке? Да не вопрос, давай сейчас с тобой погони кусочек. Вот видите, Никола Паганини, а сейчас будет американская кантри-музыка, можно сравнить с нашими частушками, такой вариант называется старое банджо. Итак, поехали, Андрюшенька. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Программа «Гости на радио 1» Итак, электрическая Балайка продолжает нашу эстафету. Ха-ха, электрическая Балайка. Андрей Сандалов. На самом деле, этой Балайки уже с каком году, Андрюха, мы ее взяли? Две тысячи... Две тысячи десятый. Тогда это было вообще круто, мы были там первые... году как раз мы купили за месяц до его рождения как раз таки так слушаем лишь интересно давай ты сейчас нам чуть еще такой ты же продолжая блюзовую тему у меня еще две песни валенки и фиксики очки нет лучше блюзовую блюзовую да так и ну ровно по-блюзовому ну поехали ты села на мои очки 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 я плохо вижу тапочки Я не вижу ничего, 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 ничего Даже носа своего, 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 своего Но носом я не хлюпаю, для тапочки нащупаю Я надену тапочки, я надену тапочки Я надену тапочки, я надену тапочки Я надену тапочки, пойду куплю себе очки Купили новые очки Купили новые очки Купили новые очки И снова вижу тапочки Снова вижу много-много всего Дальше носа своего, 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 yeah Но только в лучшем не совсем И любоваться этим всем Пока я покупал очки Браво! А кто конфетки съел? Она, которая... Девочка, которая сел на него очки. Нет, нет, нет. Он ничего не видел, он плохо видел тапочки. Я тапочки нащупаю, значит, он ничего не видит. Вот так вот. О, нашел тапочки. А сейчас, друзья, мы вам сейчас хотим произведение, которое мы исполнили с Андреем на Красной площади, когда был выпускной бал. Это было как раз несколько лет назад. Такой был торжественный момент. И прям накануне 12 часов ночи... Прям салют был. Салют был. И вот под нашу, называется она русская вертюра, там такой сбор из мусорского, из фольклора. Мы чуть-чуть можно потише, микро Польчик. Звучит музыка. О-о-о-о... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...